Рад приветствовать уважаемые. Продолжение следует обзор и найду напитки из спортивной питания. И вновь у нас Sky Green, Carnivore. Решили отдать этому протеину второй шанс другим вкусом. Вот, на первый обзор уже есть, можете посмотреть. Пил я его ровно год назад. Давайте посмотрим. Добрый день. Здесь у нас баночка Carnivore со вкусом фруктовый пунш. Очень интересно. Прошлый опыт у меня был, можете посмотреть, обзор на ванильная карамель. Это было ужасно. И вот купил эту банку за 3700 рублей. Вот, такую большую. Здесь у нас еще 1820 грамм. Ну, почти 2 кг. Давайте посмотрим. Масл Мец, Виф, протеин, изолят, корневой. Вкус, фруктовый пунш. Ноль жиров, холестерина и сахара. Это очень замечательно. Это же как изолят позиционируется. Фишка этого протеина в том, что он у нас говяжий. То есть, аминокислотный профиль у нас говяжий. Не сывороточный, как все, а говяжий. Плюс это как изолят. По сути, есть сывороточный изолят, а это изолят говядину. То есть, без жиров, без сахара, безо всего. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь есть на порцию у нас. Итак, одна ложечка у нас 33 грамма. Значит, у нас в ней всего лишь 110 килокалорий. И 23 грамма протеина. Из них 0 углей и 0 жиров. Это реально шикарно. Очень круто, очень круто. Здесь у нас витамины и минералы, что содержатся. Что здесь еще интересного у нас есть. Здесь у нас позиционируется, насколько он крутой. Как мы видим, что здесь больше белка, чем стейк, как рекламируется. А также нет жиров и холестерина, в отличие от стейка. Содержится у нас белок, креатин еще добавлен. Ну, вернее, он содержится в стейке. Вот у нас 6 грамм, а в корневоре 23 грамма в одной порции. И креатин здесь 0,12 грамма, а здесь у нас 2,5 грамма. Вот. Плюс холестерина у нас нет. Ну, вот как-то так. Производство у нас масло Мэтс. Вот, USA. Здесь все пишут, что это первый в мире говяжий изоляр, что все круто и так далее. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что это. О, ребята! Ужасный запах! О! Это что-то, ребята! Я думал, будет лучше. Но запах оказался все тот же. Так, подношу я ложку. Давайте добавим одну. Думаю, хватит. Запах все-таки ужасен. Я, конечно, понимаю, что без жиров, чистый белок. Ну, это ужасно. С водичкой это чудо. Глав. Цвет красивый, красный. Фруктургунш. Окей, ну, окей. Так, у нас уже этот шейкер. Ну, куда бы это размешиваться? Цвет прикольный. Красненький. Ну, что ж, вот такая вот у нас пузыристая масса. Пенистая, я бы сказал. Нюхнем. Ребята, уже от запаха становится плохо. Ну, тем не менее, надо пить. Беремся мужество и пробуем фруктовый пуш. Поехали. Это полезно. Если сравнить с ванилью-карамелью, его, в принципе, пить можно. Но, тем не менее, из всех протеинов это по вкусу. Я не говорю, что он вредный, не качественный, но по вкусу это ужасно. Я не знаю, потому что это говяжий протеин. Фу, или почему? Ну, вот, сывороточный протеин, например, Синтракс от Матрикс, он очень вкусный. Вот это... Если перебороть себе, сделать с целью воля и все дела, типа, на характере, это можно выпить. Но пить каждый день в какую здоровую банку, это ад. Единственное, что вас заставит ее пить, если вы все-таки купите. Я не рекомендую ее покупать. Это то, что она дофига стоит и просто жалко денег. Но это ужасно. Стоит рассказать про опыт приема данного протеина. Ну, вкус ужасен. А размешивается он хорошо и высваивается тоже хорошо. То есть, проблем у меня с пищеварением после него не было. Я пил до этого банку. Я тут пил уже. То есть, по качеству проблем нет. Все хорошо, без жиров, отлично. Белок. Это все хорошо. Молодцы. По качеству ставлю 5 баллов из 5. Два минуса. Это, во-первых, дороговат, цена. Но можно было бы оправдать, если бы он был вкусный. А вот, извините меня, пить это... Я от мяса получу намного больше удовольствия, чем пить эту фигню. Забывай, пойдем. Лучше я съем вот это, либо вот это. Оно, может быть, будет с жиром, да? Но я сделаю больше кардио и получу удовольствие. Нежели я буду пить вот это. Поэтому что? Общая оценка 3 балла из 5. Потому что сырье качественное. Плюс хорошо, что нет жиров и сахара на сушке, то есть чистый изолят. Вот. Но, тем не менее, вкус ужасен. Просто пить невозможно. Но фруктовый пунш, конечно, получше. Ваниль и карамель, это вообще блевота. Это вообще просто повешаться можно. Это еще можно пить, но невкусно, но терпимо. А то просто ужас. Поэтому я не рекомендую вам брать. Лучше возьмите мясо. А если хотите протеин, возьмите вкусненький, сывороточный. Но биф протеин ужасен, ребята. Вот. Так что на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Как я сказал, усваивается нормально. Сырье качественно, но вкус ужасен. Так что не берите биф изолят, возьмите синтрекс изолят. Увидимся в следующих обзорах. Пока.